Приветствую вас на канале Современные родители. В этом видео я расскажу вам о 7 лучших кофемашинах стоимостью до 50 000 рублей. Свой топ я хочу начать с модели DeLonghi ESAM3000B Magnifica. Эта автоматическая кофемашина может похвастаться встроенной кофемолкой и системой капучино для приготовления собственно капучино. Мне также хочется отметить, что производитель предусмотрел здесь поддержку фирменной технологии CRF, благодаря которой и получается насыщенный и ароматный кофе, который хвалят пользователи в своих отзывах. Помимо всего прочего, не могу не отметить, что мощность устройства составляет 1450 Вт, в то время как давление помпы достигает 15 бар. Кроме того, прибор оснащен резервуаром для воды объемом 1,8 литра и контейнером для зерен объемом 200 мл. Также производитель реализовал функцию автоматического отключения при неиспользовании и функцию автоматической декальцинации. Что же касается веса данной модели, то он составляет 10 кг. Среди основных достоинств этой кофемашины можно выделить возможность регулировать крепость, объем и температуру кофе, а также простоту в обслуживании и удобство в использовании. При этом среди минусов владельцы обычно отмечают достаточно шумную работу кофемолки, не самый удобный поддон для сбора капель и отсутствие дисплея. Но обязательно стоит сказать, что отзывов с нотками негатива абсолютное меньшинство, а про какие-то действительно серьезные недостатки и вовсе говорить не приходится. В описании к этому видео я оставила ссылки на все кофемашины, представленные в моем рейтинге. Там же вы найдете специальный скидочный промо-код, который позволит вам сэкономить при покупке на Яндекс.Маркете. Успейте воспользоваться им. Далее в моем рейтинге идет модель Невона Кафе Роматика NICR 520, мощность которой составляет 1455 Вт. Эта автоматическая кофемашина с капучинатором позволяет приготовить различные виды кофе с молоком, в том числе американо, капучино, латте, лунго, ристретто и эспрессо. Она имеет компактный размер, простое управление и достаточно легко чистится. Среди ее основных особенностей можно выделить ароматический резервуар для кофе, который позволяет хранить до 250 грамм кофе в зернах и регулировать степень помола. Систему Aroma Balance, которая подбирает оптимальное давление и температуру для каждого напитка. Поддержку функции One Touch Spiumato, который автоматически вспенивает молоко и добавляет его в кофе одним нажатием кнопки. Также стоит отметить наличие съемного поддона для сбора капель и экономичного режима энергосбережения. Среди плюсов данной модели, которые чаще всего выделяют пользователи в своих отзывах, стоит упомянуть о высоком качестве приготовленного кофе, простоте и удобстве в использовании и надежности, и долговечности устройства, так как кофемашина изготовлена из качественных материалов и имеет защиту от перегрева и переполнения. А среди минусов владельцы обычно указывают достаточно шумную работу прибора и не самый большой резервуар для молока. Ставьте лайки, если вам понравилась эта модель, и не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующая кофемашина, о которой я хочу вам рассказать, носит название Polaris PACM 2060 AC. Эта автоматическая модель оснащена сенсорным дисплеем, имеет шесть программ для приготовления разных видов кофе и четыре настраиваемых профиля пользователей. Среди ее особенностей можно выделить помпу итальянского производства с давлением 20 бар, систему быстрого нагрева термоблок, которая позволяет приготовить кофе за короткое время, и функцию автоматической очистки и промывки, которая облегчает уход за устройством. Мне также хочется отметить, что мощность прибора составляет 1500 Вт, а объем резервуара для воды равен 2 литрам. Что же касается корпуса, то он выполнен из металла и пластика, а вес данной модели составляет 11 килограмм. Среди основных плюсов кофемашины, которые чаще всего отмечают владельцы в своих отзывах, стоит отметить удобный и интуитивно понятный интерфейс с подсветкой и звуковыми сигналами, возможность настройки крепости, температуры, объема и количества порций кофе по своему вкусу, а также наличие режима энергосбережения и функции автоматического отключения. А вот среди минусов покупатели обычно выделяют отсутствие индикатора уровня воды в баке, небольшой объем контейнера для отработанного кофе, который требует частой очистки, и весьма шумную работу устройства. Разумеется, что отзывов с нотками негатива – абсолютное меньшинство. На очереди модель Saeko Lyrica OneTouch Capuchino, мощность которой составляет 1850 Вт. Это достаточно компактная и многофункциональная кофемашина, с помощью которой можно приготовить американо, капучино, лате макеато, ристретто и эспрессо буквально одним нажатием кнопки. Среди ее основных особенностей можно выделить керамическую мельницу с регулировкой степени помола, которая сохраняет аромат и вкус кофе, съемный контейнер для молока с функцией автоматической промывки, которая обеспечивает гигиеничность и удобство использования, а также систему AquaClean, которая защищает устройство от накипи и увеличивает срок его службы. Мне также хочется отметить, что давление помпы здесь составляет 15 бар. Кроме того, прибор включает в себя резервуар для воды объемом 2,5 литра. Среди плюсов данной модели в своих отзывах пользователи чаще всего выделяют простой и понятный интерфейс с ЖК-дисплеем и подсветкой, возможность настройки крепости, температуры, объема и количества порций кофе на свой вкус, наличие режима энергосбережения и функции автоматического отключения. А вот в минусы владельцы обычно записывают отсутствие индикатора уровня воды в баке и весьма шумную работу прибора. При этом нужно понимать, что подобных отзывов с негативной окраской действительно меньшинство. Финальную тройку моего рейтинга открывает модель Bosch TIS301-29RW, мощность которой составляет 1300 Вт. Эта автоматическая кофемашина с керамической мельницей может похвастаться поддержкой системы Sense of Flow, которая поддерживает оптимальную температуру приготовления кофе. Среди ее особенностей можно выделить возможность приготовления эспрессо, лунго, капучино и латте макеато одним нажатием кнопки. Наличие функции Calc and Clean, которая одновременно очищает и удаляет накипи с прибора. Съемный контейнер для зерен с крышкой Aroma Plus, которая сохраняет свежесть и аромат кофе, что немаловажно. Мне также хочется отметить, что кофемашина имеет резервуар для воды объемом 1,4 литра, а давление помпы составляет 15 бар. Что же касается корпуса устройства, то он выполнен из металла и пластика, а его вес равен 6,9 кг. Среди плюсов пользователи в своих отзывах обычно отмечают наличие ЖК-дисплея с подсветкой, интуитивное управление, возможность настройки крепости, температуры, объема и количества порций кофе, а также низкий уровень шума при работе кофемашины. При этом в минусы владельцы иногда записывают не самый большой объем резервуара для воды, отсутствие индикатора уровня воды в баке и не слишком удобный контейнер для молока, который нужно подключать отдельно и хранить в холодильнике. Предпоследняя кофемашина, о которой я хочу вам рассказать, называется DeLonghi ETAM29510B Authentica. Ее мощность составляет 1450 Вт, а давление помпы достигает 15 бар. Это компактная модель с интегрированной мельницей может похвастаться поддержкой системы Thermoblock, которая обеспечивает быстрый нагрев воды и подачу пара. Среди ее особенностей можно выделить возможность приготовления эспрессо, лунго, американо и горячего молока одним нажатием кнопки. Поддержку функции Dopio Plus, которая позволяет получить более крепкий и ароматный кофе с двойной порцией молотых зерен. Наличие сенсорной панели управления с подсветкой и ЖК-дисплеем, который показывает текущие настройки прибора. Мне также хочется отметить, что данная модель оснащена резервуаром для воды объемом 1,3 литра. Ее корпус выполнен из пластика, а вес составляет 9,1 кг. Среди плюсов кофемашины в своих отзывах пользователи обычно выделяют возможность настройки крепости, температуры, объема и количества порций кофе на свое усмотрение, наличие режима энергосбережения и функции автоматического отключения, а также относительно низкий уровень шума при работе. Кроме того, часто покупатели хвалят удобство в использовании и стильный дизайн. А вот в минусы владельцы иногда записывают не самый большой объем контейнера для зерен, который равен 150 граммам, отсутствие индикатора уровня воды в баке и весьма шумную работу устройства. А завершает мой топ-7 лучших кофемашин стоимостью до 50 тысяч рублей модель Philips EP223140, мощность которой составляет 1500 Вт, а давление достигает 15 бар. Мне также хочется отметить, что корпус данной кофемашины выполнен из металла и пластика, а ее вес составляет 8 кг. Эта автоматическая модель может похвастаться капучинатором Latte Go, которая позволяет готовить разнообразные кофейные напитки с молоком одним нажатием кнопки. Среди ее особенностей можно выделить интуитивный сенсорный дисплей с тремя настраиваемыми профилями пользователя. Керамический жирновой механизм с 12 степенями помола, поддержку функции Aroma Extract для оптимального баланса между ароматом и каймаком и наличие системы AquaClean, которая предотвращает образование накипи и увеличивает срок службы прибора. Примечательно, что капучинатор Latte Go легко устанавливается и очищается, состоит всего из двух частей и не имеет трубочек. Среди плюсов кофемашины, о которых чаще всего пишут пользователи в своих отзывах, стоит отметить простоту в обслуживании, удобство в использовании, качественный и надежный материал жирновов, экономичность, энергоэффективность и возможность приготовления различных кофейных напитков на свой вкус. А вот в минусы владельцы иногда записывают не самый большой объем контейнера для зерен и необходимость частой замены фильтра AquaClean. Напоминаю, что ссылки на все кофемашины, представленные в моем рейтинге, вы найдете в описании. Там же я оставила специальный скидочный промо-код, которым обязательно стоит воспользоваться, если вы хотите сэкономить при покупке. А у меня на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если мое видео показалось вам интересным и полезным и не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Счастливо!